Всем привет! Я хочу пройти какой-либо тест на общую эрудицию. Сейчас я смотрела видео про дистанционное обучение детей. И немножко меня поражает сегодняшний уровень современный образовательный. Я что-то решила, надо саму себя проверить, потому что я уже тоже отупила окончательно. Короче, я нашла в ютюбе, просто есть онлайн-тест на эрудицию пройти. 30 вопросов или сколько. В общем, начну. Предлагаем пройти вам тест на общую эрудицию, содержащую 30 вопросов. А мы приступим. Вопрос первый. Ветви какого дерева присутствуют на флаге ООН? Оливы, секвойи, дубы, кипарисы. Допустим, оливы. Не знаю, нужно нажимать. А, а куда нажимать? Подождите. Оливы, секвойи, дубы, кипарисы. Я не знаю. Я просто предположу, что оливы. Ветви оливы изображены на флаге Организации Объединенных Наций. Правильно. На лугах. Кто сказал, что все приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожирению? Варианты. Эйнстар, Черчилль, Фаина Раневская, Альберт Эйнштейн, Маргарет Тетчер. Скорее всего, Раневская в ее стиле. А в травм этого Фаина Раневская великая актриса Фаина Раневская. В ее стиле, да. Как с испанского переводится сомбреро? Шарф, шляпа, ученик, официант. Шляпа, допущу. Вариант Б. Сомбреро. Сомбреро. Широкополосная шляпа с высокой конусообразной тульей и обычно закругленными вверх краями болей. Какое растение изображено на фото? Мята. А, нет. Тимьян, розмарин, базилик, орегано. Если это не мя, то это базилик. Зелененький такой. Я вам не показываю. Базилик. Бродь однолетних и многолетних трав и кустарьких семестров яснотковая. Где находится самая маленькая кость в человеческом теле? Самая маленькая кость в человеческом теле. В ноге, в уши, во рту, в спине. В ухе, я поздно сказала, он уже не показал. Что такое мандолина? Дикая растение, музыкальный инструмент, архиперлак, международная фальма. Музыкальный инструмент, бэнк. Мандолина. Мандолина, струнно-щипловый музыкальный инструмент, небольших размеров, разновидность и лютни, лютни-сопрано, но с менее длинной шейкой с меньшим числом струн. Я надеюсь, вы слышали. В коммун государств Европы нет ни одного светофора. Ватикане, Сан-Марина, на Мальте, Ан-Дори. Малька, это остров, ухожушка на Мальте. Это не знаю. Ватикан, Ватикан, Дмитрий Лев. Правильно открыть Ватикане, но я не угадал. На поверхности Луны, возле берегов Антарктиды, в водах окружающих Милайский архипелаг, возле канадского арктического архипелага. Я не знаю. Не знаю. Луны. Интуитивно хотела, но нет, не знаю. Она находится на видимой стороне Луны и является одним из крупнейших лунных морей. Назовите родину Жюльберне. Так, Италия, Великобритания, Франция, Латвия. Жюльберн француз должен быть. Ну, не знаю, Жюльберн. Жюльберн, французский писатель. Классик в литературе. Один из основоположников жанра научной фантастики. Какое животное изображено на фото? Росомаха, Тайра, Калан, Теледу. Росомаха, это, судя по моему, а... Хотя... Росомаха, это хищное влекопитающее семейство у них. Что называется зыбучим песком? Грунт, насыщенный водой, взлетная масса из перегнивших афотков болотных растений, благолюбивый живот, накоченный поклон, песок, перенасыщенный воздухом или газом. Песок. Воздухом или газом. Зыбучий песок, это песок, перенасыщенный воздухом, газом или когрячей парами в пустыне. Показать вам? Вклады восходящих источников и способны вследствие этого засаскивать лук, попадающие на них предметы. Короче, правильно. Где находится крупнейшая историческая христианская церковь в мире? Польша, Костивуар, Ватикан, Германия. Крупнейшая христианская... Давайте я поставлю Ватикан, я не знаю. Собор Святого Петра. Католический собор. Центральное и наиболее крупное сооружение Ватиканы. Крупнейшая историческая христианская церковь в мире. Сказала правильно, мне я думал. Согласно лименте, какое растение кричит, когда я его выкапываю? Мандрагора, это же из Гарри Поттера я недавно прочитала. Орхидея, Маркоз, Нарцисс, Мандрагора. Мандрагора. Это из сказки. Мандрагора – род многолетних провинистных растений семейства Паслёдовы. Кричит, когда я вам подробно поправлю. Существует на данный момент существует государство, название которых связано с правящими династиями. Название связано с правящими династиями? 1, 3, 7, 10. Сколько существует государство, название которых связано с правящими династиями? Существует три государства в мире, название которых связано с правящими династиями – Саудовская Аравия, Лихтольштейн и Иордания. Были ли случаи в истории ариентичных Олимпийских игр, когда чемпионами были признаны умершие на арене атлеты? Был один такой случай, таких случаев не было, несколько, два таких случаев, такого не было. Ну, допустим, был один такой случай, я не знаю. Уникальный случай произошел в Олимпийских играх в Древней Греции в 564 году, до нашей эры. В тот год проводились игры 54-й Олимпиады, а победителем в Панкратионе стал, если можно так сказать, мертвый атлет. И с чему строят гнезда совы? Из веток, из глины и с травы совы гнезда не строят. Совы в дуплах живут? Давайте, будет совы гнезда не строят, да? Совы анагамны и образуют постоянные пары. Гнезд сами не строят, занимают огромные места, скалистые расщельные, углубления и брошенные, как птицы и гнезда. Яйцосов сравнительно малы, всегда белого цвета и имеют характерную, почти шарообразную форму. На каком острове хозяев появляются змеи? Перехин, Кеймада Гранди, Амургос, Оэдик. Кеймада Гранди, Амургос, не знаю, даже островов таких не знаю. Этот остров находится в 35 километрах от Бразилии. В каком году проведен известный эксперимент Розенхана? Не знаю, 83-й, 76-й, я не знаю, Розенхана, Розенхана, эксперимент, ничего об этом не знаю. Эксперимент Розенхана. Известный эксперимент, проведенный в 1973 году в США психологом Тривитом Розенханом и поставивший под сомнение надежность психиатрической диагностики. На набережной бюджетности около 60 пар обычной старой бюджеты. Для чего? Памятник, посвященный венгерской моде в честь развития кожеверного сапожного ремесла. Это мемориал о жертвах Холокоста, скорее всего. С. Холокоста. Считала. Детские ботиночки. Музыка здесь вообще не к силам. Где обитает премия Пираха? Шри-Ланка, Амазония, Буркино-Фасса, Танзания. Давайте будет Шри-Ланка. Амазония. Не знаю. Видите, я по географии, по спорту 0. Я знаю, что мы это делаем. Амазония, 21. Находится в самом центре нашей галактики. Ей троненные звезды, черная дыра, белые карлики, дыра планеты. Допустим, черная дыра в самом центре галактики. Черная дыра. Правильно, оказалось, что я не знала. Амазония, которая составляет около 1000 барсек, и свойства которой резко отличаются от свойств других ее частей. Спинной мозг, часть какой системы человека? Нервной, покровной, эндокринной, опорно-двигательной. Нервной, мозг это нервы. Нервная система состоит из головного и спинного мозга, и отходящих от них нервов и нервных узлов. Антропология это наука, которая изучает... Антропология, культуру насекомых, происхождение человека, древние тексты. Антрополог. По-моему, тексты древние. Антрополог. Антропология это наука, которая изучает происхождение человека. Какой термин не используется для названия шахмат? Мат глупца, стёртый мат, жёсткий мат, какой не используется? Не знаю. Жёсткий мат, мат глупца, эпалентный мат. Жёсткий мат не используется. По имени американского композитора Фрэнка Саппы, во Вселенной наиболее часто встречаются два алимента. Один из них глупость, а второй... Азот, женщины, мудрость, водород. Второй? Ну, женщины, судя по вопросу. А, элементы. Один из них глупость, а второй водород. Какое животное в известном советском мультфильме засыпало ражу золотом, которое позже превратилось в щенки? В мультфильме в советском мультфильме словно обезьяна антилопа собака. Ну, давайте антилопа, которая капит сенски, чем... Хотя нет, обезьяна, антилопа. Это антилопа в известном советском мультфильме «Золотая антилопа». Как пустынное растение хавортия пережидает засуху? Хавортия покрывается воском, погружается почвы, выпускает колючки, меняет цвет. Конечно же, он сейчас закончил. Карл Маркс в письме французского ламарка пишет, что никогда не будет будет на что-нибудь путный человек, который не любит вино, победу, деньги, смерть. Победу, наверное. Хотя деньги, то, что входит. Победу. Никогда не будет будет на что-нибудь путный человек, который не любит вино. Понятно. Что означает слово «генезис»? Генезис. Процесс образования, процесс крушения, процесс создания чего-то гениального, процесс измельчения. Процесс образования. Генезис. Генезис – это процесс образования. Да, Ленин, правильно. Нижний слой воздушной оболочки Земли. Это тропосфера, литосфера, гидросфера, биосфера. Нижний. Должна быть гидросфера... Воздушная биосфера. Это тропосфера. Напоминаю, что после результатов будет задан еще один вопрос. Ответ на него пишите в комментариях. Если у вас 22 и более правильных ответов, то у вас великолепный уровень знаний. Если у вас от 18 до 20 правильного ответа, то у вас отличный уровень знаний. Если у вас от 14 до 17 правильных ответов, то у вас неплохой уровень знаний. Если у вас от 10 до 13 правильных ответов, то у вас недостаточный уровень знаний. Если у вас менее 10 правильных ответов, то у вас низкий уровень знаний. Итак, крайний вопрос. Какой египетский город был построен Александром Македонским? Ответ на этот вопрос. Пишите комментарии. И за Александрия. Давайте Александрию. Ладно, все. Короче, первый тест прошли. Ступенька я, конечно, но не без надега. Ладно, где-то на середине. Все, пока.